Здарова, дружище! Меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня у нас обзор обновления, которое вышло на проекте GTA 5 RP Grand Roleplay. Я на этом проекте уже давно завис, он мне очень нравится, и что самое главное, здесь достаточно интересное обновление каждую пятницу. Сегодня мы всё это дело с вами обсудим, и мне очень хотелось бы, чтобы те ребята, кто играет, потом, впоследствии, когда посмотрят данное видео, отписали бы в комментариях, чё, как, зачем, почему, понравилось вам, не понравилось, чего вы ждёте от обновления. Ставим, пожалуйста, лайк, усаживаемся поудобнее, и погнали. Единственное скажу, если ты ещё не начал здесь играть, можешь меня поддержать, можешь начать играть, получить лишние бабулесики по ссылочке в описании, регистрируйся, качай, играй, и даже можешь вступить в нашу семью. А кто уже играет, тоже приглашаю в нашу дружную семью, мы пока ещё не самые крутые, мы обрастаем местцом, копим денюжки, сейчас прокачаем скоро уже третий уровень семьи, ну и семья называется Грант, подожди, какой Грант? Red Light Family. Вот наш дом, ребятушки, найдёте на карте, если что, туда приезжайте, сейчас он 124-й, но зачастую в течение дня, как бы, нумерация меняется. Буду записывать всё это дело без вебки, друзья, чтобы качество было получше, так что усаживаемся поудобнее, и погнали. Первое, ребята, что добавили, это угон транспорта, его долго ждали, мы его долго хотели, вроде, казалось бы, ничего, давайте сразу вам расскажу немножечко про правила. Так, смотри, по так вашим скрытым желаниям наша команда решила реализовать возможность угона автотранспорта. Ну, реализовала, не знаю, как реализовала, хорошо или плохо, потому что я уже слышал, скажем так, так и критические мнения от игроков, но если вы хотите начать грабить, воровать чужие машины, вот, вам нужно посетить тюрьму, у NPC в тюрьме, нужно сделать какой-то квест и купить два приспособления. Это локатор и отмычки. Как бы, перед этим обновлением, там уже слухи по поводу всего этого ходили, да, перед пятницей, что будет угон транспорта, там, даже говорили, что будет взлом, скажем так, багажника, я уж испугался, короче, все ценно из багажника переложил. Многие купили фомки, ну, то есть, да, чем гвозди выдирать, короче, в 24 на 7 эти фомки купили, но, как бы, по ходу зря, потому что, чтобы воровать машину, тебе понадобятся отмычки и локаторы. Единственный, конечно, спорный вопрос по поводу того, что, ёлки-палки, а нахера это нужно брать, покупать именно у NPC в тюрьме, потому что, ну, как бы, не всем хочется попадать в тюрьму. Сначала, с одной стороны, конечно, логично, да, то, что, ну, типа, ты попадаешь в тюрьму, она тебя не исправляет, она тебя делает хуже, и ты даже после этого начинаешь воровать чужие машины, но, тем не менее, мне не хотелось бы сейчас идти, там, байтить ментов, или, скажем так, не совсем честно попадать в тюрьму, потому что это всё запрещено правилами проекта. Каким образом мне оттуда достать локатор, каким образом мне достать отмычки, я пока не знаю, буду смотреть, я ещё сегодня толком не играл, вот только вечером добрался до компьютера и сел, стал записывать видео, когда вы уже все успели наиграться. Я просто всё это делаю, ну, ради того, чтобы узнать ваше мнение, так что, если что, пишите в комментариях, делитесь, что вы как думаете, уже воровали чужие машины или нет. Ну, и после того, как вы получите эти отмычки, конечно же, ребята, вы переходите, едете там в банду, как бы, берёте задание, точнее, не в банду, а, опять же, к специальному NPC в гетто, и вот эта вот вся ситуация, он вам уже даёт цель, вы не можете взять и своровать абсолютно любую машину, он даёт точку на карте, куда вы едете и воруете. Тут, конечно, интересно, как это всё будет распределяться, и в зависимости от того, какого класса машину вы своруете, вы получите 50 тысяч долларов, 20 тысяч долларов или 10 тысяч долларов за это. И прикол ещё заключается в том, что если вы хозяин машины, или вы находитесь в семье, чью машину сейчас пытаются своровать, то вы получите уведомление, и теоретически вы можете взять, как бы, и противодействовать этому незаконному деянию. Не знаю, как это будет работать в реальности, но вроде бы прикольно. Главное, как-то в тюрьме оказаться и достать этот локатор, отмычки и вот это вот всё. Ещё введена система страховки, ребята, вот, она достаточно, не знаю, ну, грустная или нет. Там просто фишка заключается в чём? Если у тебя машину украли, то ты переезжаешь на штрафстоянку и забираешь за 10% от её стоимости. При этом страховка стоит на месяц тоже 10% от стоимости машины. Я надеюсь, она не одноразовая. То есть ты, как бы, покупаешь на месяц страховку, и, грубо говоря, у тебя там хоть 10 раз своровали машину, и ты не паришься. Но если она одноразовая, то это полный пипец. Вот. И ещё, как бы, справедливые возмущения игроков касаемо того, что деньги заработать можно только в Гетто. Я бы, наверное, так не сказал бы, но на самом деле, если даже сравнивать с другими проектами в GTA 5 RP, но вот я играл лично на GTA 5 RP в Вайнвуде, и если сравнивать Гетто именно в Вайнвуде и здесь, то это небо и земля, потому что на GTA 5 RP просто полнейшее говнище, и я побывал там в банде, там всё очень грустно, и даже не хотелось развиваться. Здесь я вступил в банду, и мне прям как-то хочется играть с ребятами, развиваться. Тут огромнейшее количество событий, тут дофига всяких интересностей, и ежедневные задания, плюс вот теперь можно грабить, угонять машины, это всё очень классно, но реально многие игроки говорят, типа, а чё простым работягам? Типа, чё мы должны в банду уступать, или бесконечно сутками здесь сидеть, копать камни на каменоломне? Тут, конечно, наверное, наверное, замечания справедливые, но я бы тоже не сказал, что там в банде зарабатываю супермного денег, особенно если учесть тот факт, что по времени, из-за занятости, я не могу ездить на каждое их мероприятие, понимаете, в чём прикол? Идём дальше. Единственное, забыл сказать, что очень круто реализовано в том плане, что даже уровень мастерства угонщика вы тоже, ребятушки, прокачиваете, там, с ворованными первыми пятью автомобилями, вы прокачаете себе мастерство угонщика, и, наверное, каким-то образом будет легче воровать. Но, в целом, конечно, да, на машину теперь придётся тратить ещё больше денег, в особенности, если их будут воровать. Но, с другой стороны, я надеюсь, в семьях и вообще среди даже людей-одиночек, игроков, многие задумываются теперь, а оставлять ли машину, скажем так, где-нибудь в неподобающем месте посередине трассы, или не оставлять. Хотя, я думаю, многим дегенератам, которые вступили в семью и относятся к семейному имуществу, неподобающим образом им плевать, сколько раз у нас в семье люди просто даже не заправляют машины и кидают их посередине трассы, а я потом оплачиваю штрафы. Следующий момент обновления, он реально очень крут, это гараж для семьи третьего уровня. К сожалению, наша семья ещё не прокачала гараж третьего уровня. Я не знаю, почему, может быть, мы просто... Ну, как бы, у нас нету бизнеса, мы, ребята, такие честные, вот, по чуть-чуть копим, вот, и ребят, которые состоят в семье, мы их, скажем, не нагреваем на деньги, типа, ааа, давай все бабки в семью, сука, давай! Нет, ну, как бы, кто хочет, там, ранг повысить или просто помочь семье, тот скидывает бабки. Теперь, смотрите, каждому настоящему автолюбителю знакома такая ситуация, когда количество машин явным образом переваливает количество имеющихся парковочных мест. Короче, да, в семье реально не хватает парковочных мест, я продал уже огромнейшее количество машин, а я мог бы эти машины оставить, чтобы ребята могли на них кататься, но хоть и по факту в нашем доме 9 гаражных мест, и нормально, чтобы другие люди могли спаунить машины, ты можешь использовать только 8 гаражных мест, а теперь, если у тебя семья будет третьего уровня, то у тебя будет 25 свободных гаражных мест, ну, грубо говоря, наверное, 24, чтобы глюков не было, но это невероятно круто, вот эту вещь я даже когда-то думал предложить разработчикам, когда я все намеревался записать видео о изменениях на проекте, которые требуются, но вы как бы пишите комментарии, если вы хотите каких-то изменений на проекте, может быть, я сделаю как-нибудь такой видос. Вот, лайк, главное, не забудьте поставить, поддержать, потому что это видео выйдет поздней ночью, а может быть, на следующий день даже. Ладно, короче, вот за это реально разработчикам лайк еще больше захотелось взять и накопить эти сраные 10 миллионов и апнуть семью на третий уровень. Добавили новый автомобиль Dodge Charger, и как бы, ну, добавили новый автомобиль, или добавили, будет стоить 400 тысяч, как бы. Единственный косяк заключается в том, что если сравнивать, там, Grand Roleplay с GTA 5 RP Winewood, где я играл, там можно было в салоне потестить машину, а здесь в салонах потестить машину нельзя. Вот, если бы можно было потестить машину, я бы сейчас на видосике вам показал бы, как она едет, ну, по крайней мере, без тюнинга и так далее. Как бы, ну, а так, добавили и добавили, и, ну, свободных денег покупать эти машины сейчас нет. А даже если бы были свободные деньги, их, наверное, сразу же раскупили перекупы. Добавили новые спортивные автомобили из обновления в GTA Online, и, ну, наверное, круто. Я смотрю, типа, по фоточке, они прикольно выглядят. Вот, ну, как бы, ну, окей, добавили и добавили. Может быть, когда-нибудь, когда я стану невероятно богатым, а в нашей семье будет огромнейшее количество людей, я какую-нибудь из этих машин себе куплю. Разработчики, проведя комплексный анализ актуальной экономики, пришли к выводу, что мероприятия, да, на проекте теперь будут стоить вроде не 100 тысяч, а 30 тысяч. Ну, окей, я никакие мероприятия не создавал. Может быть, когда-нибудь потом займёмся. Но то, что это подешевело, это, наверное, хорошо. Прокачали немножечко систему ментам, да, теперь менты могут отключать радары. Если кто не знал, когда менты едут на машине, у них всегда был автоматически включён радар, они видели, короче, сколько машина едет, там, какой номер у машины и так далее. Теперь полиция может это всё дело отключать. И что самый прикол, в случае, если преследуемый автомобиль находится непосредственно перед патрульной машиной, то вы вновь можете нажать на клавишу J, которая сообщает водителю о требовании остановиться и прижаться к обочине. А, скажем так, у человека, вот, у него уведомление выйдет. Но это достаточно прикольно. Вопрос, конечно, останавливаться или нет. Ну и да, радар включается, отключается на кнопочку J. Вот тут сейчас я поговорю по поводу спорной вещи. Я, когда пришёл на GTA RP Grand Roleplay из Вайнвуда, мне дико вкатило, вообще много чего мне вкатило на этом проекте, но самое главное, мне вкатили именно дальнобойщики. Я, конечно, из-за того, что сейчас нахожусь в банде, я не могу работать с дальнобойщиком. Да и плюс, из-за того, что онлайн поднялся, труднее взять заказы. Вот это вот всё. Дальнобойщики ждут, когда разработчики будут давать больше заказов. Одно, второе, третье, четвёртое. Но сейчас ребята изменили, изменили у дальнобойщиков, короче, вид фур. Анализируя ваши многочисленные отзывы, наша команда активным образом занялась внесением некоторых изменений в такую культовую профессию, как дальнобойщик. Но, надеюсь, они не перестанут вносить изменения, и, надеюсь, они перед каждым изменением пять раз подумают. Пожалуйста. Так, нами были убраны часто глючищи из-за рассинхронизации прицепы, взамен которым мы добавили новые грузовики, имеющие цельную конструкцию. Как я понимаю, в Вайнвуде тоже отказались от прицепов и добавили грузовики целостной конструкции. И да, может быть и глючит, типа там из-за рассинхрона и так далее. И бывают проблемы, когда, к примеру, ты подъехал, заспаунил груз, ты еще не успел забрать этот груз с прицепом, так как какой-то мудак подъезжает, не дождавшись ничего, спаунит этот груз по второму кругу, и груз на груз падает, это все глючит, все ругаются, все матерятся. Вот. Но, как бы, это тоже легко исправить. Можно сделать так, что пока человек не заберет груз, новый груз нельзя заспаунить. И все, никаких не было бы проблем. А по поводу рассинхронизации, ну, знаете, если у человека слабый компьютер, у него слабый интернет, то и такие фуры, они тоже будут глючить, и будут пинги, и всякие проблемы. Просто из-за того, что сейчас все фуры сделают одинаковыми, я, конечно, еще толком не катался сейчас на сервере, да, вот, буду записывать раскадровку, или просто, как бы, фон для этого видео, я покатаюсь и посмотрю, что там с фурами, какие фуры катаются. Но, как я понимаю, они теперь будут одинаковые, как на Вайнвузе. И получается, свою маленькую изюминку Grand Roleplay сейчас взял и потерял. Потому что раньше было прикольно. Ну, я не знаю, может быть, сейчас это тоже будет. Но, к примеру, ты там подъезжаешь, спаунишь груз, его цепляешь, там, забираешь, там, с таким грузом ты едешь быстрее, с таким грузом ты едешь медленнее. Вот. И дофига таких фишек. Это какая-то своя, знаете, атмосфера. И это даже некоторая сложность работы, и в этом даже был интерес. Если сейчас, как бы, они сделают такую же херню, как на Вайнвузе, то это будет грустно. Я надеюсь, хотя бы останется там разница в скорости из-за того, какой ты груз там возьмешь. Может быть, как-нибудь оформление фур будет меняться, вот дальнобойщики, кто смотрит, напишите ваши отзывы, вы уже поиграли, я даже не то, что играть не могу, я еще даже не смотрел. Но мне лично грустно, да, может быть, глюков станет меньше, но какая-то своя атмосфера из-за этого потеряется. Плюс, конечно, большой вопрос касаемо того, а вообще, типа, а что там с третьими фурами, лучше бы добавили третьи фуры, а на фотографии сейчас эти фуры выглядят одинаково. Короче, надо ехать мне смотреть, вы уже сами видите все на картинке. Ну, как бы, я немножко расстроился, да, ребятушки, я немножко расстроился, ну, как бы, не факт, что оформление будет меняться, когда ты другой груз будешь брать. Короче, грустно. Ну, жду ваших комментариев. Ну, а тут, как бы, наконец-то разработчики, кстати, услышали, нефтяников, да, потому что многие владельцы нефтянки, они жаловались на то, что, елки-палки, ребята, грустно, печально, тоскливо, потому что, как бы, нефтянка, типа, умирает, и за капчей, одно, второе, третье, и как бы я сам не особо любил на нефтянке работать, да, вот, теперь они сделали очень прикольную вещь, это не так давно нашей командой была добавлена одна из самых востребованных работ на сегодняшний день, профессия нефтяника. Судя по отзывам, многим игрокам явно пришлась по душе, ну, я хер знает, как она пришлась по душе, да, может быть, там можно зарабатывать деньги, как в рекламе пишут 12 тысяч баксов, но в целом это, ну, ты просто стоишь, грубо говоря, и фармишь, да, то есть, жмешь кнопочку Е, и больше ничего, даже на той же каменоломне ты тоже жмешь букву Е, ну, по крайней мере, ты там можешь брать, ёлки-палки, перепродавать ресурсы, кататься по скупам и так далее, а здесь, здесь, ну, мне кто-то уже из ГТАшки написывает на телефон, звенит, пищит, а здесь, как бы, ты просто, ну, копаешь, и потом ждешь, там, семье владельца нефтянки продаешь, но они сделали второй уровень, то есть, они разделили эту работу по уровням, это всегда прикольно, когда, типа, у каждой работы есть свой уровень, второй уровень повышает скорость получения нефтепродуктов, на третьем уровне появляется шанс на получение двух нефтепродуктов вместо одного, то есть, ну, это классно, есть какой-то стимул ребятам брать, качаться на этой нефтянке, и, что самое главное, там же есть еще работа, грубо говоря, для разводчика нефти, при этом ты едешь на бетонной мешалке, разводишь нефть, и там, как бы, эта работа, она актуальна тогда, когда эти нефтевышки переполнены, и, как я понимаю, они переполняются, когда там люди работают, а может быть, само как-то рандомно наполняется, но если нефтянки станут популярнее, и наполняемость нефтянки для работы нефтеперевозчика будет увеличиваться, то это очень круто, потому что, как бы, ну, там, понимаете, все работают на фуре, которая с пятого уровня, но мало кто работает с седьмого уровня ЛВЛа на нефтеперевозке, потому что, как бы, там почти всегда эти нефтяные вышки пустые, но при этом, если они полные, то там можно нормально заработиться, короче, много вопросов, надеюсь, разработчики это все в ближайших обновлениях пофиксят, сделают, ну, типа, реально непонятно, почему-то ты на бетонной мешалке перевозишь нефть, ну, тут еще разработчики рассказывают, что они там немножко изменили уведомления, как бы, за это им спасибо, хорошо, дальше еще интересная фишка, типа, когда у тебя какие-то штрафы неоплаченные, теперь будут штрафы эти списываться с твоей заработной платой, это, наверное, правильно, это как в реальной жизни бывает, единственный, конечно, вопрос, а как это списываться будет когда-то на подработке, дальше разработчикам хотелось бы сказать огромнейшее спасибо за то, что они добавили в официальном дискорд-канале бота, который отображает цены у скупщиков, скупщиков продуктов, скупщиков сырья и так далее, это невероятно круто, в особенности, как для меня, для перекупа, единственный косяк там заключается в том, что там цены показаны без 20% увеличения после того, как ты 3 часа отыграл в игре, хотелось бы, чтобы они или показывали бы это и с 20% увеличения и без, или, ну, как бы, или просто показывали бы сразу там самую наивысшую цену, если ты там 3 часа отыграл в игре, это во-первых, а во-вторых, как бы, ну, конечно, убивается, наверное, профессия перекупа, но с другой стороны, все равно огромнейшее количество игроков останется, которым лень ждать нормальную цену, вот, и не все знают об этом чуде в дискорде, да, и, наверное, все равно будут сдавать ресурсы свои перекупам, чтобы, ну, побыстрее получить нормальную денежку, ну, посмотрим, как это будет дальше, ну, а теперь поговорим о маленьких изменениях, то, что пишут разработчики про свои обновления, теперь на территорию войны за бизнес может зайти не более 25 человек от семьи, это невероятно круто, ну, наверное, круто для маленьких семей, потому что большие семьи сейчас будут материться, они скажут, типа, а нахера нам большая семья, если мы не можем взять и полностью свой состав, привести, грубо говоря, типа, на войну за бизнес, да, но с другой стороны, у больших семей у них появляется возможность, ну, сделать себе конкретный состав боевой из самых лучших стрелков, потому что у вас там, грубо говоря, лучше будет селекция, ну, а таким семьям, как наша маленькая семья, да, у нас даже иногда, ну, не дотягивает онлайн до 25 человек, да, но тем не менее, у нас хоть будет смысл добиться там онлайна в 25 человек, чтобы потом взять и, грубо говоря, ну, на равных ехать и воевать за бизнес, это будет невероятно круто, ну, пока что нам далеко, но мы ждем в семью народ, как бы, развиваемся, вот, качнем, качнемся, да, на третий уровень и будем уже оружие закупать по полной программе, да, и искать бойцов, игроков, семью, так что за это разработчикам огромнейшее спасибо. Исправлена продажа оружия, но это хер вообще знает, что такое, теперь при ограблении военной базы количество патронов для револьвера варьируется от 500 до 1000, теперь в окне события война за бизнес отображается время события, это вроде раньше отображалось, но хер знает, исправлен бак, когда семья собирала миллион с ограбления банка, но семьям засчитывали проигрыш, вот, как бы, мы еще в банке, банки не грабили, теперь в статистике можно проложить маршрут до дома, ну, как бы, и раньше было не особо трудно взять, там, до дома маршрут проложить, ну, хотя, как бы, нормально, нормально, теперь грядки нужно удобрять реже, но с грядками, конечно, фигня полная, потому что, ну, ладно, удобрять, окей, но там реально надо шесть часов в игре находиться, вот, и бегать вокруг этих грядок, и если ты афкшишь, то время тогда не засчитывается, один раз попробовал и в конечном итоге забил, то есть, ну, если буду делать какой-то стрим-марафон, тогда, может быть, я и посажу какие-нибудь ананасики, поворачиваю, исправленная езда без водительских прав, ну, вроде без прав и раньше нельзя было ездить, ну, наверное, где-то это баговалось, исправленное получение молока купить, но не смогли, исправлено некорректное отображение принадлежности территории на карте гетто возле вагас, окей, исправлено засчитывание достижения зевс при выдаче контракта фермам, короче, ладно, я уже контракта давно не даю, лимит передачи наличных повышен до 10 миллионов, но это круто, да, потому что иногда между там игроками в семье из-за наших там всяких махинаций нужно больше 100 тысяч долларов передавать, теперь можно хоть 10 лямов передать, уменьшен возможен радиус посадки семян около дома, ну окей, добавлены сады в другие дома, теперь нельзя надеть наручники на игрока отбывающего срок в тюрьме, лимит на продажу семейного бизнеса повышен до 30 миллионов долларов, ну да, ты попробуй накопить эти 30 миллионов долларов, да, и это те, когда коровники появлялись, мы как бы даже не смогли их, грубо говоря, купить, потому что было очень сложно, вот, ну пишите в комментариях, как вам это обновление, напоминаю вам, что я буду вам весьма благодарен, если вы поставите свой большой княжеский лайк, подпишитесь на канал, жду вас в семье, вступайте к нам, а если ты еще не начал играть, по ссылочке в описании регистрируйся, и начинай уже быстрее, пока, дружище. Дружище. Субтитры сделал DimaTorzok